Всем привет из Израиля! Друзья, и сегодня снова погода. Месяц ноябрь в Израиле. Это видео, прежде всего, больше будет полезно людям, которые хотят посетить Израиль в ноябре. Ну а всем зрителям, кто смотрит это видео, также понравится. Вы увидите интересные и необычные моменты. Так что не отключайтесь. И давайте начнем с моря. В качестве пляжного отдыха ноябрь в Израиле не совсем подходит, хотя купальный сезон в середине ноября еще не закрыт. Это кадры 13 и 14 ноября. Спасатели на пляже работают, за бортом плюс 27 плюс 29. Море, конечно, прекрасно в любую погоду, но уже часть людей предпочитают просто погреться на песке и не заходят в воду. Хотя еще многие купаются, вода примерно плюс 22. Классная, слегка освежающая. Если сравнивать ощущения ноябрь и апрель, то в ноябре вода теплее. Заходишь в воду немного прохладно, но это чувство быстро проходит. И плавать можно долго, не ощущая холода. Так что в апреле еще вода очень холодная, не прогретая, а в ноябре еще не остывшая. Это Хайфа, пляж Бадгалин, середина ноября 2020 год. Вы это видите? Наш пляж посетили необычные туристы. Они позировали, их фотографировали все, кому не лень. Они ловили рыбу и даже дразнили детей, играя в догонялки. А еще они прогнали ворону с камней, показав, кто здесь хозяин. И обратите внимание, какие зелененькие у них лапки. Вот такие салатовые башмачки на ножках. А тем временем в Омске. Не пугайтесь! Я не удержалась и решила показать вам, какая погода была в этот день в Сибири в Омске. Пока мы вялились на ноябрьском, израильском солнышке, тем временем в Омске выпал снег. И счастливые детвора выспала кормить белок. Они в Сибири такие славные. Айда, 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 спускайся. Айда, спускайся, спускайся. Хорошая. Да какая красавица. А мы снова возвращаемся в Израиль, к нашей погоде в ноябре. 15 ноября резко похолодало, плюс 20. И был дождь. В общем, погода внесла коррективы в нашу жизнь. И мы дружно достали зонты. Шорты сменили на брюки. Дожди в ноябре у нас нечастые, но уже можно увидеть радугу. И мне даже посчастливилось ее заснять. Ой, что-то небесная акцелярия разволновалась сегодня. Сегодня 21 ноября. Кажется, к нам пришла зима. Кто хочет подробнее знать, какая зима у нас в Израиле, на моем канале есть видео. Я ссылочку оставлю в описании. Вот такие рассветы и такое небо теперь можно будет видеть часто. Ну, примерно до конца февраля. Так что же делать в ноябре в Израиле туристам? Это прежде всего знакомство с Израилем. Можно ездить на всевозможные экскурсии и не только по известным топовым маршрутам, но и познакомиться с нетуристическим Израилем. Можно смотреть археологические раскопки. У нас много хорошо сохранившихся древних городов. Можно смотреть красивые пейзажи. Их у нас тоже достаточно. Лазить по горам, посетить птичьи заповедники. Перелетные птицы уже прибыли в Израиль. Кому интересно узнать больше об интересных местах в Израиле, на моем канале есть плейлист, где собрано видео о разных достопримечательностях и разных маршрутов. Я оставлю ссылочку на него в описании под этим видео. А еще в ноябре можно вдоволь наесться зимних фруктов. У нас в Израиле они невероятно вкусные. И, конечно же, это ноябрьское красивое небо и невероятно красивые закаты. Не перестаю восхищаться этими шикарными видами. Небо в ноябре — это просто сказка. Друзья, и давайте поспешим. Скоро новая серия фильма «Закат». У нас, конечно, еще есть время, но лучше занять самые лучшие места. И, кажется, мы опоздали. Но зрителей не так уж много. Но скамеечка занята. Обычно сюда приходит достаточно людей, чтобы любоваться этим красивым зрелищем. Ну, так как сегодня, наверное, был дождь целый день, поэтому народу не так уж и много. У нас, кажется, освободилось место. Вот такая скамеечка, чтобы наблюдать закат. Сегодня красивая дата. 20-е, 11-е, 20-е. И, кстати, сегодня у нас 6 лет, как мы прилетели в Израиль и стали гражданами этой замечательной страны. У природы нет плохой погоды. Только варианты хорошие. Друзья, вы не поверите, я вот стою с зонтиком, с лунцом и дождь. И мы ждем пока. Пути все уже пошли. На самые стойкие. Ах, кажется, дождь закончился. Еще небольшой. Возможно, у нас получится снять закат. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, и вот уже закат. Посмотрите, вот это замечательное, красивое, легкое небо. А позади нас оно вот такое. И уже гремит гром. Это ноябрь. И это Израиль. Вот такие здесь люди доброжелательные, улыбающиеся. Ах, вот это да, и дождь стеной на краёте. Господи, как же красиво. А я хочу немножко поснимать, пока буду идти, показать вам эту вечернюю красоту. Послезакатную. Там, посмотрите, какое море шикарное. Это невероятно. Конечно, небо, это просто шедевр. Я уже столько комплиментов ему отсыпала на сегодня. Ну, невозможно не снимать эту красоту. Ну, а на этой хорошей ноте, я думаю, мы с вами будем прощаться сегодня. Я надеюсь, это видео было интересно, вам понравилось. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Обязательно комментируйте, как вам наши закаты, как вам наш ноябрь. Всем ещё раз большое спасибо за просмотр. Пусть в вашей жизни будут очень много невероятно красивых закатов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»